Финальные штрихи. Последний из четырёх башен Рожновского займёт своё законное место в селе Станция Бряндина. Главные свидетели истории родного края – местные жители. Почти 40 лет они ждали лета с опаской. Днём давление воды в кране не позволяло даже наполнить стакан. Что же говорить о поливе любимых саженцев в огороде? Теперь дела пойдут в гору. И этот тёплый сезон сельчане встретят в полной боевой готовности. Водопровод, который сейчас существует, он очень давно, лет 40, а то и 50 уже как проложено назад. Башни старые, то есть вышли уже давно из строя. И этот вопрос у нас всё время стоял как бы во главу угла. И мы даже не верили в такое чудо, что у нас когда-то будет вот такая вот чистая вода в программу, когда вошли. Чтобы обеспечить качественное водоснабжение в селе, власти не поскупились. Четыре водонапорные башни обошлись в 43 миллиона рублей. В сумму включены и сопутствующие расходы. Замена сетей водопровода, две скважины и установка колодцев. Подобный проект впервые освоен на Ульяновской земле. Связано с тем, что очень интересный рельеф данного населённого пункта – это станция, разделённая между собой железной дорогой. То есть, поэтому, когда мы проектировали, мы учли это и на каждой стороне станции отдельная система. То есть, это две башни, скважина, которые полноценно будут питать население данного населённого пункта. Перед тем, как попасть в дома жителей, вода пройдёт предварительную очистку от загрязнений. Такая система уже включена в план. Работы планируют завершить к августу. Кроме того, на чистую воду выведут больше 10 сельских населённых пунктов, включая рабочий посёлок Глотовка, сёлок Баевка, Новочеремшанск, посёлок Октябрьский. Уже депутатами принято изменение в бюджет. И уже на начало этого года, как я сказал, менее 200 было, сейчас уже 260 миллионов рублей только для старта выделено на эти цели. И задача стоит сегодня перед муниципальными образованиями, поселениями, которым будут даваться эти деньги в качестве помощи на реализацию их полномочий. До 1 апреля провести все конкурсные процедуры, выбрать подрядные организации и приступить в строительный сезон к началу работ. Всего на качественное водоснабжение по региональной программе направлено почти полмиллиарда рублей. Александра Никитина, Герман Баранов, Управда ТВ, из Чердоклинского района.